1 ноября в Одессе побывали сразу два министра образования и науки, Украины и Болгарии. Лилия Гриневич и Касимир Валчев вместе открыли лингофонный кабинет в 31-й школе и поговорили о судьбе болгарского языка в нашей стране, еще раз подняв вопрос пресловутой 7-й статьи нового украинского закона об образовании. В каких объемах и на каких правах быть языком нацменьшинств в украинских школах смотрите в сюжете Наталья Костенко. Фарес родился в Сирии. Несколько лет назад вместе с родителями переехал в Одессу. Украинский язык мальчик начал учить в первом классе. Сегодня читает Маугли и легко рассказывает на Сирии о гравитационном поле Земли. В каждом физическом теле есть поле. У нашей Земли есть гравитационное поле очень сильное. В этой школе дети из других стран не редкость, но где бы они ни родились, начинают говорить по-украински. Любовь Богдановна преподает украинский 22 года. Говорит, не нужно заставлять детей учить язык, в него нужно влюбить. И маленьких украинцев выйдет в Арусь, из Китая, Сирии, Армении, Грузии и не только. Такие дети и их родители понимают, что они имеют не так много времени, чтобы интегрироваться в украинское общество. Им никто не помогает. И поэтому они начинают учить более интенсивно. Я хочу сказать, что они больше мировые, они более ретельно ставятся к выполнению даже наиболее собственных задач. Они просят про дополнительные задачи, кроме того, что я даю в классе, в право, две или три, они просят немного больше им давать. Так, не все, но все равно тенденция сохраняется. То есть сумленность, желание и понимание, что без этого на этих землях им будет тяжело. Новый закон об образовании вступил в силу 28 сентября. Согласно седьмой статье, начиная с 1 сентября 2018 года, дошкольное и начальное образование дети могут получать на языке нацменьшинств, при этом параллельно изучая украинский. А вот с пятого класса дети будут учиться на государственном, а язык национального меньшинства могут изучать как отдельную дисциплину. Если язык нацменьшинства относится к языкам Европейского Союза, то на нем возможно преподавание одной или нескольких дисциплин. Депутаты ряда европейских стран раскритиковали новый украинский закон об образовании. Особенно не по нраву он пришелся Венгрии и Румынии. Некоторые украинские политики сравнили происходящее с территориальными претензиями к Украине. Рассудить всех доверили Венецианской комиссии. В Украине принялись доказывать, что никто никого не притесняет. Вчора я встречалась с экспертом Венецианской комиссии, и среди них также был секретар этой комиссии, и даже несколько членов комиссии. У нас была двогодинная разговор, где мы очень детально аргументировали, почему именно такая редакция статьи, законы. И комиссия оценивает в первую очередь эту статью с точки зрения юридических обязанностей Украины, и что мы их порушуем, и что мы порушуем Конституцию Украины. И мы аргументовали всю нашу позицию и доводили про то, что этих порушений нет. Между тем в Украину стали приезжать министры других стран, убедиться, что их диаспорам и всем желающим учить тот или иной язык действительно ничего не угрожает. Перед тем, как сюда приехать, я получил от украинской коллеги заверение того, что закон об образовании не будет препятствовать изучению болгарского языка в Украине. Наше общение сегодня было посвящено как раз развертыванию и углублению изучения болгарского языка, а не наоборот. Так, например, в 31-й одесской школе появился лингофонный кабинет. Теперь здесь с помощью 15 компьютеров, специальных наушников, интерактивной доски и лицензионных программ будут изучать английский, немецкий и болгарский. Вместе с лингофонным кабинетом в школе появились и два учителя болгарского языка. Один будет заниматься с малышами, другой вести факультативы в средних и старших классах. Чтобы стать участниками программы, разработанной Министерством образования Болгарии, иностранные педагоги прошли конкурс и подготовку на родине. До конца января, заверил министр образования науки Болгарии, украинское и болгарское министерства подпишут ряд документов, которые конкретизируют обязательства стран в языковом вопросе. Между тем, педагоги отмечают, спрос на изучение государственного языка вырос. Значение владения украинским понимают и педагоги, и дети. Я сама понимала, что моя жизнь кардинально изменилась. В жизни мне очень нужна украинская мова. Поэтому я начала ее учить, и мне было очень интересно. Есть все-таки понимание, осознание, и оно, ясно, речь в семье начинается. Раньше я подумала, зачем нам это надо. Пытались как-то, навіть, звольнити детей. В тот момент, когда я пришла после университета Одесского выкладывать, ну, как-то так, обойти украинскую мову, чи звольнити. Это был неважливый предмет. Сейчас, ну, я слышу, даже от своих родственников, или от людей молодых, ну, мы идем в украинскую школу. Напомним, выводы и официальные рекомендации Венецианской комиссии относительно нового закона об образовании ожидают 11 декабря. Наталья Костенко, Игорь Казанжи, Алексей Филиппов, Седьмой канал.